ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ВЫХОД Покажут свою силу, мужество, отвагу, покажут свою скорость, свою ловкость, все свои самые лучшие умения, навыки и качества. Ну а мы за них болеем. И пусть победит сильнейший. ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ВЫХОД Это было вообще у меня первый раз. Это волнительно. Мне очень понравилось. Прицеливаться, правда, неудобно, но все же мы выстрелили. И попал два раза из трех. ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ВЫХОД Отличные впечатления. Руки забились. Командная игра была. Все хорошо. Вместе делали. Мне очень сильно понравилось здесь выступать. Делали так. Все очень хорошо. Вообще отлично. Проходит все отлично, несмотря на такую погоду. Полная энтузиазма, энергии. В принципе, так и должны проходить выходные у подрастающей молодежи. Показываем своим примером. Все прошло отлично. Просто мы все потрясающе рады. Очень хорошее мероприятие. Очень хорошо организовано. И как раз самое отлично то, что есть много испытаний, множество возможностей проявить. Завершение марафона состоялось в самый патриотический праздник – День Победы. 9 мая студентам предстояло пройти еще одно испытание – участие в акции «Звезда-героя». Главное условие здесь – гвоздика в руках. А для Победы было необходимо провести с собой максимальное количество друзей. Буквально за полчаса звезда, расположенная на набережной, была заполнена цветами. Звезда-героя. У подножия стелы-героя. Выложенная гвоздики символом нашей великой победы. Что может быть лучше? Подведение итогов вот этого патриотического марафона «Победа-молодость-весна» 9 мая у стелы-героев. И они, наши, наши дети, студенты, вузов, СУЗов, извините, их вот здесь у нас, так сказать, штатных мест 5 тысяч в этой звезде. Она 10 на 10. Для того, чтобы ее выложить, нужно, чтобы 5 тысяч человек пришли и возложили свои гвоздики в эту звезду. И, конечно, приятно то, что именно молодежь отзывается, и им это интересно, и они являются в действительности настоящими. И вот наша страна будет в настоящих руках. Пока организаторы подсчитывали заработанные командами баллы, все получили уникальную возможность наблюдать за показательными выступлениями воспитанников Организации ветеранов спецподразделений безопасности и правопорядка «Витязь Сибирь». Разумеется, весь вечер со сцены звучали песни военных лет в рамках праздничного концерта «Я помню, я горжусь». Поддержать участников, поздравить их с праздником и пожелать им оставаться такими же активными гражданами и патриотами своей Родины пришли представители регионального министерства по делам молодежи и руководители омских общественных организаций. Такие патриотические акции, как наша, должны дать конкретный ответ, что историю не переписать, она для нас, для всех одна. И не зря сложили головы, погибли на фронтах войны, те люди, которые отдали свои жизни молодыми, которые умерли от рамк госпиталя после войны. И мы, сегодняшняя молодежь нашего города, поддерживаем подобные патриотические акции и знаем нашу историю. Самое ожидаемое событие для марафонцев – объявление победителей – оставили напоследок. Среди коллективов СУЗов самой слаженной и активной на этот раз оказалась команда Омского промышленно-экономического колледжа. Участвуем в третий год. Первый год, когда начали участвовать, в принципе, мы в одном шаге были. От первого места мы заняли второе. Два года назад было, немножко не хватило народу на флешмобе, и поэтому у нас было второе место. В прошлом году мы как-то так расслабились, а в этом году собрались и на всех этапах взяли по одному диплому. И итоговое первое место наконец-то было наше. Мы к этому долго шли, мы очень счастливы, просто супер-супер. Скорее всего, нам удалось добиться победы благодаря нашей большой группе поддержки. Они участвовали с нами на всех этапах, помогали, всячески кричали нам, помогали, поддерживали. Просто очень этого желали, огорчились в прошлом году второго места и решили добиться до первого. Самыми активными студентами вузов снова оказались воспитанники Сибирской автомобильно-дорожной академии. В самом начале казалось, что пятый раз победить в этом марафоне, ну просто нереально, поскольку уровень мероприятия растет и растет, соперники тоже становятся все сильнее и сильнее, и нам казалось, это будет просто нереально. Но есть секрет у нашей команды, это сила в команде, сила в командном духе, благодаря которому, собственно, пятый год не помеха, мы выиграли, и просто для нас это нереальные эмоции. Это командная заслуга, заслуга каждого члена команды на самом деле. Неудивительно, что автодорожники вновь были впереди. Именно они смогли привлечь наибольшее число друзей к акции, а именно 200 человек, и обеспечить себе самую громкую группу поддержки.